Для удобства пассажиров электронное табло показывает время прибытия автобуса в минутах. С подручней с таким новшеством будет и болельщикам чемпионата мира по футболу. Здесь на инфостойках указаны и схемы, и перечень маршрутов общественного транспорта. Совсем скоро подобными светодиодными табло будут оборудованы еще 70 остановок. Они именно устанавливаются на остановочных пунктах с наибольшим пассажиропотоком и на тех остановочных пунктах, где проходят так называемые маршруты спортивных соревнований, которых 8 маршрутов. Они появятся также на основных магистралях и улицах города. Это, конечно, курортный проспект и Меретинская низменность, улица Ленина в Адлере. Новые светодиодные табло усовершенствуют работу нынешних работающих на солнечных батареях. Они появились на сочинских остановках Кубку конфедерации. К слову, все электронные табло взяла на баланс городская администрация. Также к Мундиалю для удобства пассажиров в Сочи заработало мобильное приложение «Сочи.транспорт». Здесь также в режиме онлайн можно посмотреть время прибытия конкретного автобуса на конкретную остановку, а также проложить маршрут, например, от фан-зоны до стадиона Фишт. Будет запущен и колл-центр, где на пяти языках диспетчеры ответят на любые вопросы, касающиеся транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу. Вся эта работа координируется из логистического транспортного центра Сочи. Здесь же ведется контроль всех пассажирских перевозок. Одним словом, работа общественного транспорта как на ладони. Диспетчеры круглосуточно мониторят ситуацию на линии, в том числе на предмет форс-мажорных ситуаций. К примеру, у нас произошел обвал, либо упало дерево на каком-либо участке дороги. В оперативном режиме принимается решение об изменении схемы движения, и диспетчера связываются с водителями. А раньше водитель приезжал, утыкался, что вот по факту, и стоял с пассажирами, ждал, пока расчистят дорогу. Отсюда же из логистического транспортного центра информация передается на электронное табло на остановках. Напомню, к имеющимся 25 в ближайшее время в Сочи добавят еще 70 подобных инфостоек. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.